Приветствую, друзья! С вами ваш Невармур, и сегодня мы посмотрим новую, свежую стратежечку под названием, как вы видите, Панк Уорс. Вы спросите, что это? Я скажу, что это абсолютный свежачок, вышел буквально только-только 11-го числа этого месяца и этого же года. И по сути, по сути, друзья мои, это идейный продолжатель цивилизации, но в мире, из которого улетел победитель. Как видите, по-простому, по-понятному, апокалипсис наступил, и остались отдельные фракции. Вот за одну из них нам и предстоит сыграть и посмотреть. Ну а фракция здесь на каждого панка найдется своя. Есть и стимпанк, и дизельпанк, и атомпанк, и даже сталипанк с таким, знаете, намеком на русских былинных витязей. Но сыграем мы не за них, а то, что намекает нам больше всего на фоллаут, а именно атомпанк. Тем более здесь на аватарке такая красивая-красивая няшная деваха. Вот за нее мы и пойдем. Уровень сложности мы возьмем не сложный и не легкий, а нормальный, чтобы посмотреть на механики и оценить, как эта игра вообще выглядит и как она играется. Ну от себя скажу, что играется она замечательно и мне очень даже зашла. Сила атома поставила мир на колени. Вполне логично, что та же сила должна вернуть его назад. У нас так много вопросов, так много экспериментов, которые нужно провести. Наши знания должны расти, и вместе с ними будем расти и мы. Время пришло, мы должны найти новых подопытных, то есть за науку, за родную науку. И вот они мы, врываемся в игровой процесс. Как видите, очень похоже на цивилизацию, но более-таки, знаете, темно-пастельные тона. Развитие идет тоже нашими любимыми шестиграничками, но опять же со своим колоритом. Здесь есть квесты, и квесты двигают сюжет. Как видите, деваха с нами уже связалась. Добрый день. Похоже, наша новая система внутренней связи работает именно так, как и задумано. Для меня это прекрасная возможность сообщить, что у нас мало подопытных. Недавние неожиданные побочные эффекты разочаровали добровольцев, и наши встречи с жителями пустоши не привели к получению хороших образцов. Все они слабые, недоедают и не могут понять важность наших экспериментов. Ну да, не каждый доброволец пойдет на добровольное скрытие. Ну а на это мы ответим, что мы запланировали новую экспедицию, и найдем еще новых-новых гуманоидов. Принимается. Как я уже говорил, мир после апокалипсиса, и у нас основные ресурсы это водичка, едичка и немножко священного урания, который нам, в общем-то, нужен для всякого производства. Также нам уже сразу дали несколько юнитов на оборону и атаку, есть строитель-коростанский юнит, и есть парочка юнитов военных. Мы сразу, чтобы недолго думать, забросим на производство еще одного военного юнита, а то можно бы и парочку, но нет ресурсов. Давайте хотя бы одного. Ну а наши военные пойдут сразу же в боевую атаку. Или хотя бы в боевую разведку. Например, мы нашли то, что похоже на старый довоенный город. Мы не знаем, заселен он или нет, но, возможно, стоит послать ту несколько разведчиков и исследовать его более досконально. Кто знает, какие секреты похоронены под завалами. Только будьте осторожны, это также очень хорошее место для возможной ловушки. Принимаются, но выглядит интересно, поэтому мы сходим. Тем более, что здесь не одно, не одно такое место. Здесь есть руины шахты, и здесь есть еще руины водочистительной станции. Вода нужна, но что мы найдем на шахте, то мы и найдем. Будет все наше. Зато из-за этого события мы получаем максимум ресурсов на плюс 5. И вот за счет таких событий других, максимум ресурсов и их производство тоже будет расти. Но вроде бы ход все сделали, кроме нашего работника. Территория у нас для начала базовая, но мы будем расти и расширяться, и, наверное, давайте, чтобы видеть, что у нас где. Мы включим еще и фильтры. Отобразим полочки здоровья наших юнитов. Потом. Отобразим здания на карте. Нет, пусть они будут. И покажем ресурсы, вот так гораздо проще. Что, куда, куда, зачем. Ну и движемся плавно дальше. Центр расширения территории нам пока не нужен основной. Он работает стабильно, спокойно. Можно было бы произвести еще одного работника, но, опять же, не раньше следующего хода. Поэтому ход мы пропустим. Зато ворвемся в науку. Да, друзья мои, здесь есть наука. Но не как в цивилизации развития от камня и палки до атомного камня и палки. Здесь наука более продвинута. Постъядерная. Для начала изучим волновой передатчик и бустанем, 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 бустанем своих строительных юнитов. Как видим, большая антенная система, которая посылает подсознательные сообщения на частотах мозга, чтобы стимулировать счастье и снижать неудовлетворенность. И да, здесь есть бунты. Здесь очень даже есть бунты. Поэтому их лучше избегать. Кстати, кроме нас на карте есть еще стилпанк, дизельпанк и пустоши, которые, вот они уже прилетели, нас атакуют. Вот, деваха даже отчитывается. Эта ночная экспедиция прекрасна возможность протестировать наш новый алгоритм управления. Это может помочь нам оптимизировать результаты исследований и повысить производительность за счет исключения случайных переменных. Но наши вычислительные мощности слишком малы, чтобы сразу заниматься всем. Мы должны выбрать. Как видите, здесь внизу мы можем даже выбирать. Мы можем сосредоточиться или на экспансии довольно быстро, или же на производственных линиях, или же на обороне. Исходя из того, что здесь у нас есть и дизельпанк, и стилпанк, и все остальные панки, мы скажем им хой и усилим нашу службу охраны. Потому что, потому что. Просто на будущее. Ну и отборим вот это вот что-то, что-то, которое нас атакует. Какие-то бригадиры... Да, относящиеся просто к пустоши. За них мстя будет не очень сильная. Атакуем. Тем более у нас бластеры. И мы промахиваемся. Довольно круто, но у нас есть второй юнит, который не должен промахнуться. Да, в этот раз Акелла почти попал. Ну а один свой юнит мы отведем. Ирять никого не хочется. Хотя особо далеко мы его не отведем. Очки действия это очки действия. Плюс у нас остается работник, который должен расширить зону нашего охвата, но проблема в чем? Для начала у нас нет ресурсов, а во-вторых, он не стакается с военными юнитами, поэтому сдвинься просто в сторону. Как видим, мощная мотоциклета нас немножко поломала. А заодно у нас еще и очередное событие. Произошла маленькая авария. Был неудачный эксперимент пару месяцев назад с мутирующими животными. Одна из лабораторий проверяла безопасность клеток для новых подоптных, но они забыли, что эти животные все еще там. Большинство из них уже были съедены, своими же товарищами, но некоторые выжили, поэтому лаборанты погибли, в основном все. У нас есть два варианта действий. Или мы удаляем записи с камер, и вроде бы этого ничего не было, или же оставляем как предостережение. Ну, если этого никто не видел, то этого, собственно, и не было. Не торопимся. До свидания. Науку мы немножко потеряли, зато все довольны, и никто ничего не узнал. Ну, а мы стреляем дальше. И даже побеждаем. Это круто. Так что выдвигаемся в дальнейшую разведку, не особо отдаляясь от базы. Если что, кстати, мы находимся на большом-большом плато, и зайти к нам на плато можно только через один ход через пещерку, но мы до нее еще даже не доскакали. Тем более, что спускаться туда, не имея военных юнитов, нам особо не стоит. Давайте-ка все-таки набросим еще один военный юнит на производство. Три лучше, чем один. И продолжаем нежное движение вверх-перед. Та день не зря. Мы нашли еще что-то интересное. Для начала руины шахты. Осколки шахты Старого Мира. И старый лагерь. Мы следуем и то, и то. Ну, а наш работник уверенно купит ресурсы на центр расширения территории. Строиться вне своей территории мы просто не можем. Нам нужно строить огороженное шестиугольное здание. Поэтому купим 10 еды и 10 воды. Тем более, что практически все это у нас уже есть. Хорошие новости, смотритель. Кэтрин, одна из наших ведущих ученых в области квантовой физики, все-таки мертва. Ну, в смысле, хорошо не то, что она мертва. Ей удалось добиться крупного прорыва в эксперименте по телепортации квантовым полем. Правда, она немножко застряла в стеночке. Наполовину. И лаборанты как раз отскребают оставшуюся половину со стены. Но это круто. Снова у нас есть два варианта, как действовать. Или же мы скажем, что это действительно супер-супер. И скорее всего получим науку. Или же мы скажем, что мы не можем рисковать, потому что мира безопасности. Ну, кто не рискует, тот не застрел в стене. Поэтому это круто. Это круто, что мы получаем. Да, доход на науке плюс 2. Замечательно. Заодно и выберем новый проект. Тем более, что волновой передатчик мы доизучали. Следующим у нас будет что? Следующими у нас будут улучшенные инструменты. Подтверждаем и движемся. И движемся заодно и нашими военными. Мы нашли старую военную базу со сложной системой обороны. Которая почему-то все еще действует. Нашим экспертам удалось подключиться к этой системе. И они могут на короткое время отключить силовое поле. Объект разделен на две части. Одна из которых работает с оборонными технологиями, а вторая с наступательными. Мы не можем отключить силовое поле, чтобы изучить все сразу. Поэтому можем или обыскать оборонительное крыло, или наступательное, или же не будем рисковать и уходим. Но опять же, не зря мы сюда заходили. Обыщем оборону, пожалуй. Мы повысили свою защиту, но потеряли в здоровье. Наши юниты попали под атаку. Зато, зато. В старой шахте мы нашли, похоже, еще один отряд. И не просто отряд, а гражданский юнит-разведчик, который двигается супербыстро. И поможет нам исследовать то, что нужно, если не сдохнет. Мы встретили каких-то песчаных амазонок. Насколько они недоодетые, мы не видим, но, похоже, они с кем-то воюют. Нас это тоже не особо устраивает. Зато новый военный юнит уже практически готов. Плюс один сразу же направляем ко входу в пещеру. Здесь нам будет проще обороняться. Работник пока что ждет. Ресурсов все еще нет. О, да. Они сражаются, они сражаются мощно. Два юнита амазонок против юнита... А что за юнит? Громкие звуки разносятся по земле. Они исходят от юнита, которого мы заметили. Один только шум говорит о том, что мы имеем дело не с обычным караваном, бандитом или жителем пустоши. Похоже, что это отряд, разведающий местность, возможно, на предмет насильственного расширения. Скорее всего, это просто передва отряд гораздо более мощные силы. Основываясь на их символе, мы думаем, что они принадлежат к дизельной корпорации. Старой компании, которая в древние времена добывала нефть. Ну, короче, осколки Газпрома к нам пришли. И опять же выбираем, как мы будем действовать. Возможно, они не приходят к нам с миром и будут нашими врагами. Можем держаться от них на расстоянии. Но если они подойдут, то мы откроем огонь. Или скажем, что они враги природы, и мы должны нейтрализовать их любой ценой. Учитывая, что мы пользуемся атомными технологиями, кто еще там враг природы. Возьмем средний нейтральный. Не лезьте к нам, и мы не лезем к вам. Хотя за это мы ничего не получаем. А нам-то и не надо. Нам нужно нежно-нежно оббежать, исследовать пару-тройку руин и выполнить свою миссию. Тем более, что война здесь просто не шуточная. И амазонки, похоже, переключаются на нас. Нам совершенно не нужно, поэтому мы будем просто бежать, бежать, бежать без оглядки. Но заодно и следовать. О, да, это была засада. Это была засада, нас засадили кто? Боевые юниты... Воры из пустоши. Это проблемы амазонок, они тут пускай решают между собой. А мы отбежим еще на две клеточки южнее. Всем хорош разведчик, что он бегает довольно быстро. И довольно далеко. Ну а мы пока что будем аккуратно держать оборону. Здесь, как и цивилизации, можно укреплять юнит на месте. И нас это вполне-вполне устраивает. Заодно мы прокачали науку еще больше, инструменты стали лучше, и строить мы будем быстрее. Что мы сделаем следующее? Оптимизационные процедуры для ученого юнита. Или же... Расщепление атома для часового юнита. Пожалуй, расщепление атома. И это позволит часовому юниту бросать гранату. Немножко светошумовую, но все равно наносящую урон. Подтверждаем, изучаем. Почему-то воры не поняли нашего принципа «я от вас убегаю» и амазонки не поняли тем более. Между собой они не воюют. Ну и что бы не воевали, они за одной фракции, они все идут за нами. Используем 101-й прием карате, бегем еще дальше. Может, они нас потеряют, и все. Было бы вообще идеально. Тем более, что мы нашли наполнитель для очистки воды. Обыскивая руины промо-объекта, мы обнаружили упаковку неотправленного наполнительной для фильтрации воды. На них указан адрес убежища 13, что бы это ни было. Боже, какая классная отсылочка на Fallout. Надеюсь, видно, они так и не получили эту посылку. Поэтому теперь мы можем забрать их себе. Однако нам нужно будет поработать над нашей системой, чтобы сделать ее совместимость с наполнителем. Мы можем забрать эти чипы для фильтрации или сказать, что они нам не нужны. В условиях постапокалипсиса нам нужно все. Забираем. Наука наша немножко просела на переделку фильтрации, но производство воды увеличилось на плюс 3. И сразу стало плюс 5. Более чем устраивает. Тем более, что со следующего хода мы можем построить расширение территории. И на удивление, несмотря на то, что мы на плато, нас заметили. Нас заметили, нас атакуют. С другой стороны, у нас очередные новости. Похоже, наш лучший ученый, занимающийся манипуляцией с материи, которого зовут Энтони, добился прорыва в своей цели. Он уменьшил вес нашей военной техники. Причем не методом спиливания всего ненужного. Ему удалось сократить целый отряд пехотинцев-стажеров. В смысле, он уменьшил их оборудование. И их тоже. К сожалению, есть маленькая проблемка, Энтони не знает, как их вернуть назад. Они потерялись в квантовом мире. Вероятно, мы никогда их больше не увидим, но исследование довольно многообещающее. Такая маленькая отсылочка на Человека-муравья. Да и, пожалуй, мы не будем писать письма родным, потому что они не погибли, а просто временно потеряны. Подождем, наберемся терпения, может, что и выгорит. Правда, с этим делом мы очень сильно снизили свой лимит рабочей силы на целых минус 5. Зато очень же мощно бустанули науку. В некоторых отношениях. В некоторых отношениях мы ее снизили полностью. Наука у нас сейчас минус 1. И если мы ничего не сделаем, то мы просто просядем. Но опять-таки, нас атакуют злобные пустошные варвары. И заметьте, амазонки гораздо мощнее простых воров. Гораздо мощнее. Тем не менее, мы расширяем свою территорию. Мы накопили ресурсы 10 воды, 10 еды и 10 по ураню. Полный комплект. Строим башню расширением, получаем лимит по рабочей силе и принимаем это дело. Теперь территорий побольше можем застроиться всяким полезным, в том числе и научным зданием. Хотя науку мы вывели уже на плюс 3. Но наш разведчик добрался до самого краешка, ничего не нашел и должен вернуться назад, так чтобы его не убили. Нам нужно метнуться на другую сторону. Здесь тоже есть райноводительственной станции и, возможно, какой-то город. Да и завершили мы проект расщепления атома, так что увеличиваем добычу ресурсов. Как видим, амазонки прорвались довольно мощно. Но у нас все-таки бластеры, а они все-таки голые. Ясное дело, победа была за нами. Ну и, пожалуй, своих юнитов мы вернем на базу, чтобы они немножко подлечились. А разведчик нежно двигается дальше, дальше и дальше. Что такое? Мы нашли сундук, а в нем коллекцию неношенной обуви в отличном состоянии. Интересно, что это необычная обувь, так и на подошве прикреплены колеса. Что же это такое? Смотрится забавно, но пользы никакой. Или польза? Есть польза. Максимум очков действия на все юниты. Наши разведчики и воины стали на ролике. Я, помнится, видел такой мультяшный сериал. В далекие 90-е годы. Плюс еще один военный юнит. И можем ли мы построить еще один рабочий? Не можем. Нам нужна еще одна вода. Можем со следующего хода. Вот, теперь мы делаем рабочего. Возвращаем боевые юниты на базу и нежно движемся дальше. И правильно я вам скажу движемся. Мы находим руины древней башни. Старая разрушенная башня, населенная жителями пустошей. Должна быть снесена строителем, прежде чем мы сможем здесь что-то построить. Но хотя бы для начала нужно ее исследовать. Тем более, что мы исследовали геодезические инструменты. И, пожалуй, что дальше мы ворвемся об обогащении урана. Наши юниты станут атаковать немножко мощнее. Ну а в будущем возможно мы доисследуем диапазон обзора. Смотритель. Похоже, что исключительно несерьезная фракция ученых решила провести незапланированный эксперимент по враждебному захвату суверенитета над отдельно взятым нашим обществом. Их вооруженный отряд направляются к штабу. Титирую тезис эксперимента «Нам не нравится смотритель, мы будем лучшими смотрителями». Какие глупцы. Какие глупцы, мы сами их уничтожим. Как только найдем, где они есть. Да тут собственно искать долго не нужно. Они настолько глупцы, что они возникли между тремя нашими отрядами военными. Ну что ж, сила атома им судье. Были повстанцы и сплыли повстанцы. Зато мы получаем повышение на нашем юните. Костюм из нано-волокна плюс защита или же индивидуальный костюм плюс очко действия. Конечно же защита. Чем больше мы защищены, тем больше мы выживаем. А мы добрались до башни. В разваленных мы нашли группу местных жителей. Они не очень хорошо выглядят. Мы подозреваем, что они страдают от особой формы болезни. Они могут прожить еще несколько месяцев, но лекарства от этого заболевания не существует. Можем отсюда сдернуть. Можем оставить им припасов. Или же прекратить изстрадания. Пожалуй, этим мы и займемся. Зачистим территорию. Кстати, наш рабочий уже готов и мы можем построить новое здание. Например, промыватель мозгов, чтобы избежать будущих восстаний. Он сделает всех наших счастливыми, довольными и не бунтующими. Принимает. кстати, похоже, что мы нашли чью-то базу. Действительно, чья-то база. Скорее всего, тот самый дизельпанк, поскольку они добывают здесь что-то похожее на нефть. Есть гражданские строители, есть их добывающие нефтановые месторождения и есть замечательный вход на их базу. Пожалуй, что не грех было бы проверить. И совсем не грех было бы потянуть наши военные юниты в общем-то туда же. Тем более, что большая часть из них уже отличилась. Проект по обогащению урана тоже завершен, но, как видим, на веточках мы выбираем только одно. Хорошо, что мы выбрали атаку. Следующей нашей целью будет реактор с газовым охлаждением и он разблокирует технического разведчика, пущень основного юнита ближнего действия. Но похоже, что нашего разведчика уже заметили. А наша любимая деваха, похожая на Натали Портман, выдает нам новое сообщение. Смотритель, мне больно говорить с вами о таких ненаучных вещах, но ходят слухи, что в одной из наших лабораторий есть призраки. Я знаю, что вы думаете, и нет, это не наши манипуляторы частоты мозга. Могу заверить вас, что те, кто распространяет такие легкомысленные заявления, прошли проверку искрытия черепушки, и мы не сочли их безумными. Свидетели утверждают, что странное гротескное полупрозрачное существо движется на двухконечной сексовой стены и пугает тех персонал. И вот здесь нам дают просто шикарные варианты ответа, забыть о науке и сделать какой-то религиозный культ на эту урана, что тоже довольно странно. А вот и вражеская база. Как видим, здесь есть работник, работник и работник. Возможно, нам очень сильно повезло, и здесь нет ни одного военного юнита. Но нет, нам настолько не повезло, разведчики здесь тоже есть. Причем в количестве более одного. Пожалуй, нам стоит отступить. Хотя бы со следующего хода. Да и создать новых юнитов нам тоже бы не помешало. Хотя бы отряды с 5-6 человек. Но заметьте, врага атакуем не только мы. С другой стороны тоже происходит какое-то нападение. Кстати, у них воинов немножко побольше. уже как бы пятером. Пожалуй, что бегство это не позорно. Беги и живи, мой разведчик, беги и живи. мы пока доизучили реактор с газовым охлаждением. И наша следующая задача будет что? Или стоимость движения на минус один нанореакторами. Или реакторы с водой под давлением. И это уже будет телепортация на выбранный шестиугольник. Пожалуй, что телепортация довольно-таки весело звучит. Ее-то мы и изучим. А разведчик же попытается отправиться немножко дальше. И найти нам путь на нижнее плато. Но пока что мы его как бы не видим. Похоже, что идти через Дизельпанк нам все же придется. Старый мир почти всеми забыт. А вместе с ним и наше место в нем. Возможно, пришло время пролить свет на тьму прошлого. Записать историю того, что привело к катаклизму, поставившую мир на колени. Возможно, это интересная мысль, и мы сможем использовать это знание. А возможно, сказать, что прошлое не имеет значения. Мы должны думать о будущем. Пожалуй, что мы скажем, что прошлое все же имеет значение. Пусть и в ущерб науке. А может быть и нет. Вот в чем дело. Я не думаю, что кто-то действительно знает. Говорят, давным-давно, когда мир был еще зеленым и плодородным, люди готовились к рассвету эры Водолея. Она должна была принести мир и духовную мудрость всей планете. Прекратить конфликты раз и навсегда. Думаю, в некотором смысле именно это и произошло. Тебе нужно пойти в архивы, поговорить там с кем-нибудь, может быть они знают больше. Возможно, мы зайдем туда первым делом завтра. Или в другой раз. Но раз уж мы пошли по этой ветке, давайте дойдем до конца. Тем более, что особо нам делать пока что и нечего. Наши юниты еще будут долго лечиться. И долго добираться до нужной точки. А мы, пожалуй, закажем еще одного работника и сделаем еще одно место разрешения конфликтов, чтобы строить еще больше и еще быстрее военных юнитов. Кстати, телепортацию мы уже освоили. И можем освоить подзорную трубу. Хотя, казалось бы, на атомном уровне это уже должно у нас быть. О, что бы я отдал, чтобы увидеть это собственными глазами. Пила атома во всем своем величии. Легенда гласит, что небо сияло в течение нескольких месяцев после того, как это произошло. Правда, цена была слишком высока. Мы потеряли так много знаний, такая утрата. Теперь некоторые обвиняют нас в инциденте, но это чушь. Мы никогда не признаемся, что мы это сделали. Тем более, что в пустошах полно старых руин, и некоторые из них до сих пор населены. Может быть, мы найдем людей, которые поделятся услышанными историями. Тогда мы сможем собрать их все вместе. И, пожалуй, что мы согласимся и проведем большую экспедицию. Когда-нибудь в будущем. Пока что нас немножко атакуют нападающие из Дизельфанка. Но подзорную трубу мы уже изучили, и можем повысить немножко здоровье для наших бойцов. Ну, как видим, стычки с Дизельфанком избежать не удалось. К счастью, нас как бы больше. Хотя я не скажу, что качественно больше. Ну, а наша разведчика вообще не атакующий юнит. Зато, возможно, зажав Дизельфанком в узком месте, мы сделаем им, как 300 спартанцев сделали перцем. То есть, немножко-немножко убьем по одному. Как видим, тактика вполне рабочая. Ну, а у нас появился еще один юнистроитель. И, пожалуй, что мы им сразу же воспользуемся. Правда, в этот раз мы сделаем центр постоянного проживания, чтобы повысить лимит вместимости по юнитам. Ну, и заодно повысили здоровье у наших охранников. Теперь, пожалуй, мы вернемся к нижней веточке и немножко улучшим наше производство в целом. Тем более, что на военном поприще мы довольно-таки успешны. Хотя, как видим, есть отдельные нехорошие моменты. Смотритель прекрасной новости. Те потерянные стажеры, которые исчезли для кванта реальности в Миссис Энто, не нашлись. Им удалось разрывать атомные связи с помощью вилки и изоленты. Такая отсылочка на Бризедж. Они не знают, как им это удалось, но им удалось вернуться прежний размер. Похоже, они немного постарели. Теперь они полностью обычный отряд. Единственным недостатком является то, что они появились в зоне, контролируемая противником. Хотя вот в данной ситуации, друзья мои, это не недостаток. Это наш тыловой партизанский отряд. Плюс мы заметили вдали странный белый дым. Сначала мы думали, что это была песчаная буря. Но при ближайшем рассмотрении мы выяснили, что это был спецюнит под знаменем с мечом и шестеренками. Опять же, отсылочка на Братсва стали. Похоже, что он принадлежит к организованной группе. Наши специалисты определили, что они используют устаревшую паровую технику. Но раз у них есть техника и есть люди, которые используют, то этих людей мы к себе и переберем когда-нибудь. Такое вот будет наше решение. Но если по расположению, то находится они от нас довольно-таки далеко. И опять же, проходим мы только через дизель-панк ним. А для этого нужно сперва победить. Вот что неудобно. Да то, что наш юнит, который разведчик, появился не там, где мы хотели бы. Он появился у парапанковцев. Конечно, шорох он кого-то там наведет, но особой пользы нам там не принесет. Что же касается науки, то мы возьмем улучшение нашего гражданского юнита и добавим в очков движения на двоечку. На всех строителей, медиков, ученых, разведчиков и шпионов. Что нас очень даже устраивает. Продолжение следует... Кстати, похоже, у врага заканчиваются боевые юниты. А мы уверенно наступаем вперед. Продолжение следует... К несчастью, наш бедный часовой погиб, но это нас не остановит. Тем более, что мы движемся дальше и дальше вглубь нефтяных месторождений Газпрома. Кстати, у разведчика есть интересная черта. Он может залазить на гору или спускаться с нее, чего мы сразу же не заметили. Поэтому, пожалуй, мы двинемся к западной границе и слезем где-то там. Но вот чего мы не заметили, это врагов огнеметчиков. Не самый приятный противник. Так что, пожалуй, мы временно отступим назад. Да и сделаем маленькую, друзья, паузу. В целом, общие механики мы посмотрели. Развитие по игре тоже. Но если кто желает сам погрузиться в этот мир, то напомню, что игручка называется Punk Wars. Она довольно интересная, довольно захватывающая и завлекающая. Просидели практически часик и даже не заметили, как время прошло. Ну и как обычно, напомню, что если вам этот видосик понравился, то не забывайте писать комментарии и заходить в наши группы ВКонтакте и в Дискорде. Ну а пока что всем удачи и до встречи, друзья. Увидимся как-то еще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok